Контрасты души Контрасты проводят достаточно много времени в посте. В течение года существуют разные посты, существует и большой пост, достаточно длительный по продолжительности. Что же все-таки это такое, пост, и для чего он нужен? Могли бы вас просветить немножко в этом вопросе подробнее? Конечно. Я думаю, что следовало бы, наверное, начать с той проблемы, в какой стране эта проблема как раз возникла. Я бы хотел обратить ваше внимание на историю израильского народа, у которого было все в жизни. И были хорошие времена, и были трудные времена, и затем, как сказать, наступили, может быть, достаточно сложные времена, тогда, когда им казалось, что они делают все правильно, но что-то не удовлетворяло. Не их, наверное, не удовлетворяло и Бог. Я хочу открыть книгу пророка Исаии. Это ветхозаветний пророк, который очень красиво и доступно, наверное, объясняет причину, почему так происходило в жизни народа израильского. Получив доверие Бога, этот пророк идет к своему народу, потому что Господь обозначил проблему. Пророк, иди вот к этому народу, я его знаю. Эти люди тоже, значит, в какой-то мере знают, но у них есть одна дилемма. И главное, ты сегодня должен это достаточно четко, ясно прояснить эту ситуацию. Взывай громко, не останавливайся, то есть не удерживайся, возвысь голос, то есть добавь громкости так, чтобы не только услышали те, которые находятся рядом, а услышали абсолютно все. И скажи народу, у них есть определенная проблема. И вот эта проблема, она как раз очень красиво здесь высвечивается. Ты должен, говорит, сделать так, чтобы твой голос прозвучал подобно трубе. И самое главное, ты должен сказать народу, который до сих пор не замечает, что у него есть определенные сложности, есть определенные проблемы. Почему? Потому что эти люди обращаются ко мне как к Богу и говорят, мы молимся. И молимся не просто так, как обычно, значит, это происходит в жизни некоторых людей. Кто-то говорит, ну, раз в году я схожу в церковь поставить свечку, да, или, может быть, я помолился несколько раз, и на этом заканчивается. Кто-то может сказать, я помолился утром, и мне на целый день хватает, да. То есть сколько раз? Эти люди говорят, мы каждый день молимся, мы каждый день совершаем некий ритуал, то есть постимся. Говорит, почему же Бог нас не слышит? Мы что, не на ту волну попадаем? И вот Бог, понимая все это, говорит, послушай, скажи этому народу так, как я тебе объяснил, громко, чтобы было понятно, доступно. Да, и он пишет дальше, почему мы постимся, ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. То есть проблема заключалась не в Боге, что Бог не понимал пост их, да. Проблема не заключалась в Боге, что Бог не слышал их молитв. Проблема заключалась в том, что эти люди как бы совершали нечто правильное, религиозное, но вместе с тем оно было слишком далеко от Бога. Поэтому Бог вынужден отправить к ним пророка и говорит, послушайте, вы находитесь не на том пути. То есть получается, мы видим здесь достаточно религиозный народ, набожный народ. И даже очень набожный, по сравнению, наверное, с нашими временами, эти люди были намного, как сказать, и глубже религиозны. Почему? Потому что они ежедневно молились, ежедневно постились. Скажите, кто из нас может сегодня похвастаться таким? Даже достаточно набожные люди, они могут сказать, я 40 дней постился, значит, в рождественском посту и пасхальном посту, значит, постился. А что? Если воспринимать, может быть, даже так, пост, как воздержание от мясной пищи или от еще какой-то уровня питания, то можем найти людей, которые, они, может быть, даже и неверующие люди вовсе, но они приверженцы здорового образа жизни, там, вегетарианцы или веганы, и сказать, у них вся жизнь в посте проходит. Ну, вы знаете, в этом случае я мог бы тоже, наверное, похвастаться, как никто другой, потому что я являюсь тоже в какой-то мере вегетарианцем, значит, да, не ем мясо, значит, всю свою сознательную жизнь. Значит ли это, что я всю жизнь нахожусь в посте? А если... И если я нахожусь в посте, то с точки зрения, как сказать, простого обывателя, могу ли я претендовать на что-то большее, нежели те, кто не могут это сделать, значит, да, не могут 40 дней, значит, вот, или там, может быть, и того меньше, да, как быть с этим? Так, а в чем же тогда вообще пост заключается? Заключается ли пост вот в отказе там полностью или частично от питания или от каких-то там, не знаю, продуктов, может быть? Мне кажется, что здесь еще там нужно важную деталь отметить, прежде чем мы действительно узнаем, что собой представляет вот настоящий пост. Потому что Бог обращается к израильтянам и говорит, друзья мои, вы глубоко набожные люди, я понимаю вас, но у вас есть одна проблема. Вы поститесь, и я понимаю все это, да, но вы поститесь не для того, чтобы что-то сделать хорошее. Почему? Потому что вы поститесь для ссор. Что это значит? Это получается, что человек постится и вместе с тем, абсолютно не реагируя на сам пост, продолжает ссориться с другими людьми. Понимаете? Он высказывает свои подозрения своей супруге или супругу. Он недоволен детьми, он недоволен соседями, он недоволен церкви, значит, кем-то. И таким образом он ведет себя. Почему? Потому что он постится для того, чтобы каждый день, как сказать, ссориться. Или каждый день создавать некую проблему, распри, значит, со своими друзьями. И дальше. Посмотрите, что он пишет. Говорит, чтобы дерзкой рукой бить. То есть, главная идея поста – создать вид для Бога, «Господи, я такой хороший», но в отношениях со своими ближними, то есть, его практическая часть веры, да, она говорит абсолютно об обратном. Поэтому он говорит, вы не поститесь в это время так, чтобы голос был ваш услышан. Вы не хотите, значит, чтобы этот голос услышал Бог и принял во внимание. Да, он слышит, но он не принимает во внимание. Почему? Потому что ваша главная задача – совершить действия в отношении своих ближних, которые почувствовали бы ваше превосходство над ними. Ну, может быть, оно и не получается так, по крайней мере, сознательно. Потому что я не думаю, что сознательно есть люди, которые приходят в церковь или дома у себя, соблюдают там посты или постные дни какие-то, и при этом они делают это для того, чтобы там вот кого-то, кому-то нагрубить или с кем-то поссориться. Просто, понимаете, идея у тех людей, которые совершают так называемые религиозные посты, заключается в следующем, что они считают, что вот это я отдаю Богу, он должен меня принять, освободить, а я буду жить так, как я живу. То есть я действую так, как я понимаю. Пост не меняет этого человека. Пост не меняет его отношение к тому, что он видит вокруг себя. Почему? Потому что дальше в пятом тексте пророк Исаия говорит, «таков ли тот пост, когда я избрал день, в который томит человек душу свою?» То есть для Бога не важно, что вот я хожу, как сказать, унылый, да? Да? Абсолютно не важно, значит, что я, как сказать, кушаю или не кушаю, значит, или вообще воздерживаю, или пью только одну воду. Для Бога важно совсем иное. Для Бога не важно, что, говорит, как тростник ты гнешь голову свою, создавая вид, какой же я хороший, какой, посмотрите, он набожный человек. С утра пришел и уже молится, значит, да? Вечером он тоже молится, днем я тоже вижу его там. Но результата не видно, понимаете? Понимаете? Это то же самое, что я бы пришел бы к своей маптере и говорю, «мама, я признаю, что ты моя мама, но слушать я тебя не буду, то, что ты мне говоришь». Понимаете? Вот так люди ведут в отношении к Богу. Посмотрите, что дальше происходит. Подстилает под себя рубище. То есть я могу, как сказать, создать вид, уйти в пустыню и сказать, «послушайте, я так, как сказать, приблизился к Богу, хочу, значит, находиться с Ним там, вдали, чтобы ничто меня не искушало, чтобы меня ничто не смущало, и поэтому я живу в пустыне, я могу и готов уйти в монастырь». Ну вот многие уходят в монастырь, говорят, ну что, в этой жизни слишком много соблазнов, и практически невозможно удержать себя вот в такой вот чистоте там. Знаете, я хочу сказать, что я бы не назвал этих людей, может быть, они посвященные люди, да? Но не обязательно сегодня, подобно Семену Столбину, как сказать, забираться на столб для того, чтобы создать, как сказать, вид, что ты, как сказать, благочестивый человек. Господь об этом не говорит. Он говорит, этот ли назовешь постом и днем угодным Богу? Бог сам задает этот вопрос, нужно ли для него это? Он говорит, нет, это не нужно. Зачем все это нужно? – Тогда получается, что вот эти вот все установленные посты, которые есть, они что, получается, преследуют совершенно не библейской цели? Выходит так? – Скорее всего, так, и я здесь с вами соглашусь. Почему? Потому что в этой же главе пророк Божий дает ответ Израилю, для того, чтобы они не смущались ни в чем. Он передает слова Бога, говорит, пожалуйста, скажи им, вот пост, который я избрал. Это говорит Господь, да? И первое, что он говорит, разреши оковы неправды. То есть перестань обманывать самого себя. Это прежде всего, человек больше всего и чаще всего обманывает самого себя. Он может обмануть любого другого человека. Но чаще всего, когда он надеется на то, что его действия могут привлечь внимание Бога, он прежде всего обманывает самого себя. Поэтому, говорит, разреши оковы неправды. То есть перестань говорить неправду для самому себе, тем более говорить это близким своим, друзьям, да, и чтобы не создавать вид набожного человека. Почему? Потому что у тебя должно что-то произойти внутри, ты должен поменяться. И поэтому он говорит, развяжи узы ярма. Что такое ярмо? С точки зрения, как сказать, ярмо обычно делался типа хомута для быков. Когда их спаривали, они вдвоем в этой паре ходили. И Господь говорит, если ты кого-то связал, как сказать, своими неправильными действиями, своими неправильными словами, то что ты должен сделать? Развяжи ярмо, отпусти этого человека, пусть он будет свободным, значит, чтобы ты не дергал его за эту веревочку, да? Дальше он говорит, угнетенных отпусти на свободу. То есть, там, где ты пытаешься диктовать свои условия, дай людям свободу, чтобы они почувствовали эту свободу в Боге, во Христе. Следующий важный момент. Расторгни всякое ярмо. Все то, что связывает людей, ты не должен этим хвастаться. Останови все это, отпусти этих людей, и тогда этот пост действительно будет правильным. «Раздели с голодным хлеб». Что это значит? Это значит, что если я буду сегодня поститься, да, и у меня тогда, по сути своей, останется хлеб, куда я его? Оставлю себе. Авось пригодится. А Господь говорит, возьми этот хлеб и отдай другому. Пусть он попробует этого хлеба, и он почувствует благословение от тебя. Можно таким образом сказать, что вообще в посте, по крайней мере, в том, который предлагает Бог в этих текстах, не идет речи о том, чтобы урезать себя в питании. Потому что я же могу пригласить человека в гости и предложить ему то, что у меня на столе есть. Конечно. Точно так же, не только пригласить. Говорит, если человек нуждается в крови, пригласи его к себе, дай ему, чтобы он, как сказать, мог остановиться у тебя, и тогда в этом случае это будет действительно твое благословение. «Скитающихся бедных веди в двом». Когда увидишь нагово, что сделай? Одень. В сущности своей здесь пророк Исаия как бы предваряет ту великую проповедь, которую сказал Иисус Христос, как сказать, на горе, на горе благословения. Нагорная проповедь. Когда он говорит, вот эти знаменитые блаженства предлагает человеку. Поэтому мне кажется, что вот здесь Господь так же для ветхозаветнего народа говорит, сделай вот это, и тогда у тебя произойдет действительно великое откровение. Поверьте, посмотрите, что здесь написано. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Когда? Когда ты отпустишь измученных на свободу, когда покормишь голодных, когда крышу дашь для человека, когда оденешь нагово, когда не будешь скрываться от того, кто называется твоим родственником. Почему? Потому что в Израиле это была проблема. Если ты родственник, значит, твой ближайший родственник должен помочь тебе. И человек не хотел этой помощи оказывать. Говорит, я его не признаю. Это не он. Я его не знаю, и поэтому и помощь ему не буду оказывать. Именно по этой причине в истории Израиля были моменты тогда, когда люди отказывались оказывать какую-то помощь, то тогда эти дома называли дом Разутова. Почему? Потому что они не хотели оказать помощь своим близким. И посмотрите, что дальше написано. И тогда ты воззовешь Господу, и Он услышит, и воззапьешь, и Он скажет тебе, вот я. Не надо будет тогда говорить, Господи, почему ты меня не слышишь? Сам Бог скажет тебе, вот я здесь. Не там где-то далеко, говорит, я услышал тебя. И написано... Вот это, кстати, момент. Я хотел бы остановиться. Интересно, что многие говорят, что нужно присовокупить пост к молитве, когда порой Бог не отвечает на эту молитву. И попастившись вместе с постом и молитвой, еще как вот в Деянии Апостолов получалось, вот они с постом и молитвой что-то просили, и Бог сразу отвечал тогда. Мне кажется, что вот это предложение, которое здесь написано, оно как бы не предусматривает особой проблемы, как сказать, с хлебом насущным. Почему? Потому что оно говорит совсем о другом посте. Поэтому посмотрите, что дальше. Когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить, что я что-то значу перед Богом. Почему? Потому что я такой хороший. То, говорит, вот тогда у тебя и решится эта проблема. Отдашь голодному душу свою, напитаешь душу страдальца, и тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Вот это замечательное откровение, которое я нахожу в Священном Писании. И оно очень красиво сочетается, как я уже говорил, с темой блаженств на горной проповеди. И когда вы почитаете одно или другое, вы убедитесь в том, что собой действительно представляет пост. Не нужно сегодня отказываться от хлеба насущного тогда, когда у вас, как сказать, за душой лежит камень. Повнимательно посмотрите на то, что предлагает пророк Божий для народа, который претендовал на знание, претендовал на то, чтобы Бог слышал, претендовал на благословение, но не получал. Не получал почему? Потому что у него были эти проблемы. Благодарим вас за такой вот библейский экскурс в то, что пророк нам передает. Дорогие телезрители, вы сами слышали, что предлагает Господь через своего пророка на страницах Священного Писания. Что такое настоящий пост? Настоящий пост, с этих слов, это вообще совершенно самоотверженная христианская жизнь. Это помощь ближним. Это жизнь, абсолютно посвященная не себе и не самосовершенствованию и не достижению каких-либо целей для самого себя. Это жизнь, посвященная другим людям и посвященная Богу. Пусть Господь вас благословит достигнуть такой жизни, чтобы быть угодным Господу и получать от Него ответы на ваши просьбы, на ваши молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok